Студийные приборы Студийные приборы сейчас обладают Очень большим функционалом Давайте поближе познакомимся С современным студийным освещением Студийные осветительные приборы Делятся на постоянные Излучающие свет на протяжении Длительных отрезков времени И импульсные, которые излучают Световую энергию в сотой доле секунды Приборы постоянного света Различаются по типу используемых ламп Это могут быть Галогенные, металлогалогенные, светодиодные И флуоресцентные лампы Современные импульсные приборы Чаще всего состоят из двух ламп Газоразрядные лампы, которые, собственно, дают вспышку И вспомогательные галогеновые лампы Которые еще называются пилотные Эта лампа служит для того Чтобы фотограф во время установки света Мог оценить, как вспышка Впоследствии прорисует объект и фон Многие современные студийные приборы Сделаны по модульному принципу Это означает, что они состоят из разных частей Которые могут сочетаться друг с другом Например, осветительные головки Railab Имеют байонетное крепление Под различные насадки Это позволяет очень быстро Собрать прибор с необходимыми характеристиками Наиболее распространенными видами насадок Являются светопропускающие, как этот Или светоотражающие зонты А также Так называемые софтбоксы Софтбокс это вот такая вот складная конструкция Она состоит из светозащищенного корпуса У нее рама из тонких стальных спиц И также рабочая ее часть Это светорассеивающий экран Зонты и софтбоксы бывают разных размеров К тому же софтбоксы бывают еще и разной формы Бывают квадратные, круглые Основная задача этих и других Получить поток рассеянного света Кроме того, на осветителя могут надеваться Различные типы жестких рефлекторов Это шторки, тубусы, другие насадки Вот допустим, мы можем заменить Штатный рефлектор на этом приборе Вот таким вот Это называется софт-рефлектор Он у нас дает более мягкий свет Вот собственно благодаря байонетному креплению Это делается достаточно легко и быстро В каких случаях лучше применять постоянный свет А в каких импульсный Приборы постоянного света, как правило, дешевле импульсных К тому же при ярком свете галогеновых ламп Намного проще устанавливать свет Вы сразу видите, как он распределяется по объекту съемки И по фону Постоянный свет можно использовать при съемке любыми типами фотокамер Даже самые дешевые мыльницы Потому что не нужна синхронизация, как в случае с импульсными приборами И более того, постоянный свет подходит также и для видеосъемки Но галогеновые лампы потребляют очень много энергии Они сильно разогреваются и нагревают помещение Некоторые насадки, сделанные из ткани или пластика Не могут применяться с такими лампами Потому что они просто загорятся или расплавятся Кроме того, при регулировке мощности ламп накаливания Меняется цвет их излучения Это означает, что при работе нескольких таких приборов У вас будет виден цветовой дисбаланс Несмотря на такие недостатки приборов постоянного освещения Многие фотографы-портретисты считают, что использование постоянного света Позволяет им получить более живой взгляд Нежели это возможно при использовании импульсного освещения Поэтому очень часто в студиях вы можете встретить и постоянные приборы, и импульсные Импульсные приборы дороже постоянных Кроме того, при использовании софтбокса и некоторых других насадок Не всегда четко виден свет пилотной лампы И фотографу приходится выключать все дополнительное освещение Чтобы можно было его разглядеть Но при этом импульсные приборы греются намного меньше постоянных И при изменении их мощности не меняется цветовая температура Кроме того, большая мощность света, сконцентрированная в коротком импульсе Позволяет фотографу использовать большие диафрагменные числа Что позволяет достичь большей глубины резкости Это очень важно при предметной съемке Серьезным отличием импульсного прибора от прибора постоянного света Является то, что импульс должен быть очень четко согласован с работой затвора фотокамеры В нашем следующем ролике мы рассмотрим различные способы синхронизации камер и импульсных приборов Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok